Привет, друзья! Катар – страна, о существовании которой некоторые жители нашей планеты даже не догадываются. Но именно она в 2015 году была признана Международным валютным фондом самым богатым государством в мире. После этой новости многим людям стало интересно, а где же, собственно, находится Катар, что это за место и почему, спрашивается, там так сладко живется? Катар – малоизвестная на нашей планете страна. Еще меньше людей знают, что это государство лидирует в рейтинге доходов на душу населения. Богатство катарцев превышает большинство других аравийских стран, сидящих на нефти. За последние несколько лет интерес к этой стране повысился в несколько раз, особенно в сфере туризма. Государство расположено на Ближнем Востоке, на берегу Персидского залива. Граничит с Саудовской Аравией, также есть морская граница с островом Бахрейн. Площадь страны 11,5 тысяч квадратных километров. Население около 2,2 миллиона человек. Столица Катара – город Доха. Численность вооруженных сил Катара около 12 тысяч человек. При этом страна тесно сотрудничает в военной сфере с США. Один из четырех зарубежных центров армии Соединенных Штатов дислоцирован именно здесь. Катар – страна с довольно сложными климатическими условиями. Лето здесь очень сухое и жаркое. Температура иногда поднимается до плюс 50 градусов. Почти вся территория Катара – это пустыня с очень скудным растительным и животным миром. Природных источников питьевой воды нет, ее здесь получают путем опреснения морской воды. Катар является абсолютной монархией, главой государства выступает и мир. Здесь запрещены любые политические партии или профсоюзные организации. Основой экономики страны является нефтедобыча и нефтепереработка, металлургическая и химическая отрасли. Сельское хозяйство развито очень слабо. В Азицах выращивают некоторые овощи, разводят косы верблюдов. Стремительный рост благосостояния страны начался в 80-х годах прошлого столетия. Ранее Катар был бедной английской колонией, добывающей преимущественно жемчуг. Население состояло в основном из рыбаков и бедуинов, ведущих кочевой образ жизни. Все изменилось, когда в недрах полуострова нашли нефть и газ. Правда, жадность султана, правящей династией, затрудняла развитие государства, пока его в 1995 году не сверг с престола с помощью мирного переворота его же собственный сын. С этого момента государство Катар начинает новый этап развития. Население стало расти, а местные жители из бедняков и нищих превратились в зажиточных мусульман. Сегодня коренные катарцы практически не работают. Денег, получаемых от государства, достаточно для обеспечения всех нужд и желаний без надобности работать. А все услуги предоставляют коренному населению приезжие из бедных стран мигранты – индийцы, тайцы, филиппинцы и другие гастарбайтеры. Встретить работающего катарца можно разве что на паспортном контроле в аэропорту. Тысячи мигрантов ежегодно приезжают в Катар. С приходом нефтяного бума население стало резко увеличиваться. С каждым десятилетием жителей на маленьком полуострове становилось в два раза больше. Сейчас смертность в стране на уровне 4,5%, а рождаемость – 16,5%. Что говорит о положительной тенденции? Кстати, мужчин в Катаре в три раза больше, чем женщин. Как показывает статистика, коренных жителей здесь не так уж и много. По данным 2015 года на территории страны проживало 2,2 млн человек. Из них лишь 13% – это катарцы. Все остальные – это приезжие мигранты, которые работают и обслуживают эти 13%. Также в Катаре есть иммигранты из США, Норвегии, Франции, Великобритании и многих других государств. Недавним прошлым иммигрантам законодательно запрещалось приобретать в Катаре земельные участки в собственность, но в настоящее время в отношении некоторых районов такие запреты сняты. В чем же секрет такого богатства и благополучия? Ответ простой – в нефти. Ее запасы здесь настолько велики, что жители 2 млн Катара могут позволить себе в буквальном смысле купаться в ней. Кроме этого, в стране активно добывается еще и природный газ. Еще очень важно, что нынешний мир не страдает патологической жадностью и дает жить своему народу. Разумеется, все эти природные богатства когда-нибудь закончатся, поэтому каким будет это государство через 100-200 лет – неизвестно, но проживающим там в данный момент людям это не столь важно, так как на сегодняшний день Катар – богатейшая страна, благополучию которой завидуют многие. Катар – очень богатая страна, местные жители не ведают, что такое безработица и бедность. Уровень жизни населения здесь самый высокий в мире. Этот показатель принято оценивать с помощью ВВП на душу населения. В 2016 году в Катаре эта цифра составила около 112 тысяч долларов на человек. Какая страна в мире еще может похвастаться такими экономическими показателями? Для сравнения, даже в весьма благополучной Великобритании объем ВВП на душу населения едва дотягивает до 43 тысяч долларов. Кстати, в России всего 21 тысяча. Жемчужиной будущего очень часто именуют это арабское государство. Современный уровень жизни в Катаре можно очертить несколькими самыми важными особенностями. Это прежде всего высокий уровень благосостояния граждан, практически нулевой уровень безработицы, бесплатная медицина и образование. Правительство оплатит вам образование в любом вузе мира, в каком вы пожелаете учиться, если вы гражданин Катара. Также в стране очень низкая преступность. Зарплаты у местного населения действительно очень высокие, в среднем 40 тысяч долларов в месяц. Правда и жизнь в Катаре не из дешевых, так за аренду небольших апартаментов здесь придется выложить около 3-4 тысяч долларов в месяц. Коммунальные услуги обходятся примерно в 300 баксов в месяц. Обед в недорогом кафе или ресторане стоит около 50 долларов. Зато очень дешевый бензин, всего 40 центов за литр, поэтому у местных, как правило, внедорожники с огромными по объему движками. На топливе здесь не экономят. Почти у каждого местного жителя по 3-4 личных автомобиля. Город Доха. Столица Катара. В ней живет почти 90% от общего населения страны. Это традиционный арабский город, но значительно модернизированный. За пределами столицы по сути делать нечего, так что Катар – это Доха. Видно, что по красоте Катар очень хочет догнать Объединенные Арабские Эмираты. Небоскребы в одном из районов Дохи строят уже неприлично близко друг к другу, чтобы создать впечатление роскошного мегаполиса. Сейчас Катар активно готовится к предстоящему чемпионату мира по футболу 2022 года, право на проведение которого он получил в 2010 году. В Дохе строится 12 футбольных стадионов, а также модернизируется транспортная система города. Сегодня это государство действительно у всех на слуху, ведь оно было признано Международным валютным фондом самым богатым в мире. Богатая история, самобытность, мягкость исламских традиций и очень развитая инфраструктура привлекают в Катар огромное количество туристов из других стран. Эта восточная страна развивается ошеломляющими темпами, опережая лидеров мирового сообщества. Неудивительно, что многие мечтают туда переехать. Вот только за золотыми воротами для простых мигрантов нет светлого будущего, а стать гражданином Катара человеку со стороны практически невозможно. Напишите в комментариях свои мысли о Катаре, хотели бы вы там жить или вам не подходит этот финансовый рай среди песков. Нам интересно ваше мнение об этой стране. А на сегодня все, друзья. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok